В Дрезден я поехал из Праги на автобусе. С Прагского вокзала автобусы ходят практически во все страны Европы. Есть даже в Лондон. Ну туда далеко. А до Дрездена ехать два часа. Кабина автобуса выглядит вот так. Пульт управления водителя. Вот эти кнопки слева я таки не понял, что они означают. Салон выглядит вот так. Очень уютный, комфортный. Коробка передач, как я понял, автоматическая. Рычаг двигался все время вперед-назад. Ни разу вправо-влево. Вот эти кнопочки слева на двери. Не знаю, что. Ну, в общем, ладно, поехали. Дорога вот такая, двухполосная. Разделена клумбой посередине. Подобием клумбы. Все время ехали со скоростью 100 километров. Много надписей на указателях. Если остановить видео, то можно будет прочитать, что там написано. Я проверял. 100 километров. Скорость не чувствуется. Кто хочет быстрее, эти обгоняют по левой полосе. Мы все время ехали в правой. Вот машина с велосипедами. Явно идет километров 130. Дорога хорошая. Погода хорошая. Виды живописные. Это горы Татры. Они чем-то напоминают Крымские горы. Невысокие, пологие. Может быть, даже Карпаты. Ну, где-то из этого разряда. Татры, Карпаты. Кстати, Карпаты-то есть продолжение этого хребта, который и Татры. Насколько я понимаю. Так, здесь ремонт дорожного полотна. Все едут по правой полосе. Ну вот, здесь тепло. Кстати, вот почему-то в Праге было теплее намного, чем в Дрездене. Возможно, Татры останавливали поток холодного воздуха из Германии, еще дальше из Балтики. Вот, поэтому я вот когда приехал в Дрезден, сразу почувствовал холод. Вот, ну, градусов, скажем так, на 4, там было холоднее, на 4,5. Вот, все время мы стабильно едем со скоростью 100 километров. Я сидел сразу за водителем, поэтому видел спидометр. Постоянно сдержал он скорость 100 километров. Здесь поворот налево. На правую, вернее. Так, длинный туннель. В туннеле тоже две полосы в одну сторону, а встречное движение идет по соседнему туннелю. Туннель, очевидно, проложен в горе, ну, или в невысоком холме. Это все мы едем по территории Чехии. Большая часть дороги проходит по территории Чехии. И только в конце пересекаем Германию. Граница с Германией. Но границы как таковой нет. Никаких КПП, ничего, никто никого не проверяет. Никакие документы. Едем и едем. Никаких остановок. И это очень приятно, что нет никаких проверок. Вот этот указатель. Если остановить видео, можно будет все четко прочитать. Но там пока что идут чешские все названия. И только вот направление дороги в Дрезден указано. Погода начинает немножко портиться. Облака набежали. Ну, дорога прекрасная, конечно. Без изъя, но без ничего. Кстати, по обочине в Евросоюзе могут ездить мотоциклисты. У нас нельзя, запрещено. А им можно. Мотоциклистам разрешается. Виды живописные. Примерно так же выглядят Крымские горы в это время. Это был конец, самый конец мая, начало июня. Точную дату не помню. Вот чешский флаг еще. Сбоку, слева, это все еще территория Чехии, но уже близко Германия. Близко. Горы становятся выше. Долины глубже. Еще чешский флаг. Но это знак того, что приближается граница с Германией. И едем, едем, едем. В Дрездене я поехал, потому что заскучал в Праге. В Праге мало достопримечательностей, они неинтересные. В Дрездене, как оказалось, их намного больше. И сам по себе город гораздо интереснее. Надо было ехать туда сразу, а не в Прагу. Более значительные достопримечательности в Дрездене. Так, ну а то мы стоим на заправке. Нас не выпустили погулять, подышать воздухом. Поэтому приходится коротать время в автобусе. Здесь меняются водители местами. То есть к нам подсаживается еще один водитель. Он садится за руль. А тот, который ехал с нами, значит, в кресле сидит рядом, отдыхает. Автобус идет в Берлин, а Дрезден пересекает проездом. В автобусе много туристов из азиатских стран. Из Кореи, я так понимаю, из Китая. Все студенческого возраста с рюкзаками путешествуют по Европе. Только что здесь была группа байкеров. Я поздно включил камеру. На живописных больших байках колонной они уехали. Ну, а мы ждем, пока автобус заправится. Стояли минут 10, долго стояли. Ну, я меньше снимал, конечно. Минут 15, может, как бы не 20. Нет, минут 15 стояли. А уйти не позволили. Хотя там можно было, вот люди гуляют. Да, минут 10. Точно. Можно было размяться. Автобус Volvo. Компания RegionJet. Это не реклама, это просто так. Так, ну и вот мы поехали. Здесь я снимаю уже на фотоаппарат, потому что в экшн-камере закончилась батарейка. Лень было менять. И поэтому съемка дальше продолжается фотоаппаратом. Мальницей. Автобус. В автобусе есть стердеса, или я не знаю, как это называется. В общем, девушка разносит кофе. Кофе и воду. По желанию. Спрашивает, хотите ли вы кофе. И если хотите, она вам и привозит. Приносит. У нее там кофеварка маленькая. Что тоже очень приятно. Автобус новый, чистый. Едет плавно. Дорога хорошая. Тебе приносят кофе. Все создает хорошее настроение. Щиты от шума. Там дальше люди живут. Такие предгорные деревни. Татары. Карпаты, которые на Украине. Это продолжение Татар. Ну вот. Здесь у нас небольшая техническая пауза. Сейчас она закончится. И прибываем мы в Дрезден на железнодорожный вокзал. Там нет автовокзала. Поэтому все автобусы высаживают пассажиров на железнодорожном вокзале. И едут дальше. Вокзал старый. Явно построен еще до Второй мировой войны. Наружный вид сохранился. А внутри сделали ремонт. И оставили элементы старых конструкций. Вот так это все выглядит. Ну, про Дрезден я расскажу отдельно. Спасибо за внимание.